Добрый день! В эфире программа подробностей. Сегодня в гости мы пригласили заместителя руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы Паризанской области Алексея Васильевича Лощенова. Здравствуйте, Алексей. Тема беседы «Налог на имущество физических лиц» окажется наверняка интересной большому кругу наших телезрителей, потому что многие являются собственниками либо владельцами того или иного вида имущества. Алексей, расскажите, пожалуйста, про данный вид налога. Я напомню, что компанию по расчету налога на имущество физических лиц налоговый орган Рязанской области проводит традиционно. В этом году мы рассчитали налоги за 2014 год и направили налогоплательщикову налоговое уведомление для уплаты этого налога. Он входит в состав единого налогового уведомления, где налогоплательщики могут увидеть расчет налога на имущество, транспортного налога и земельного налога. Плательщиками этого налога являются собственники объектов капитального строительства. Это квартиры, дачные дома, гаражи, хозяйственные постройки. То есть все те объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в установленном порядке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним или в органах технической интервизации до 1 января 1999 года. Обращаю ваше внимание, какое количество объектов налогообложения задействовано в процессе взимания этого налога на территории Рязанской области. Это порядка 326 тысяч объектов капитального строительства. А расчет налога проводился по 659 тысячам налогоплательщиков. То есть практически каждый второй житель Рязанской области задействован так или иначе в формировании соответствующего налогового обязательства. За исключением, конечно, тех, кто не пользуется налоговыми льготами. Алексей, давайте рассмотрим такую ситуацию. Например, я являюсь собственником квартиры, и я не получила уведомления на уплаты налога. Какими должны быть мои дальнейшие действия? Ну, наверное, первое главное, что можно посоветовать в этой ситуации, это, конечно, ознакомиться с содержанием информации об объекте налогообложения, который есть у налогового органа. Как это можно сделать? Ну, главным образом, конечно, воспользовавшись нашим официальным интернет-сервисом ФНС России, личный кабинет налогоплательщика. Нет ничего проще. Подключаясь к личному кабинету, можно обратиться в любую налоговую инспекцию за получением логина и пароля, вы будете полноценным пользователем личного кабинета, в нем содержится информация обо всех объектах налогообложения в стране. Это не только объекты, расположенные на территории Рязанской области, это в целом Российская Федерация, соответственно. Там же есть информация о начислениях налога, копия налогоуведомления. Поскольку вы можете не получить налогоуведомление, потому что налоговая служба его не направляла, скажем, тут проблема с почтовой доставкой этого документа, нет у вас возможности посетить отделение связи и так далее. Значит, посмотрите из личного кабинета, можно распечатать налоговое уведомление, также осуществить электронный платеж, проблем никаких. Если же вы увидели, что в личном кабинете информация о вашем объекте налогообложения не содержится, или обратились по этому вопросу в налоговую инспекцию, можно лично обратиться, пожалуйста, наряду с электронными способами бесконтактного взаимодействия с налогоплательщиками, если традиционные способы личного обращения в инспекцию по почте. Если вы поняли, что информация о вашем объекте налогообложения у налоговых органов отсутствует, об этом нужно, соответственно, своевременно сообщить. Форма сообщения с этого года установлена приказом Федеральной налоговой службы. Вот такая форма сообщения, буквально одна-две страницы в зависимости от вида объекта налогообложения, ничего трудного нет в заполнении этого документа. Вы также можете подать либо через личный кабинет в электронном виде, либо в налоговую инспекцию напрямую, либо направить соответствующую информацию по почте. Получив информацию об объекте налогообложения, здесь достаточно указать катастрою номер объекта, приложить копии документов права восстанавливающих, права удостоверяющих. Налоговая служба проведет верификацию баз данных, мы запросим информацию из органов Росрегистра и рассчитаем налоговые обязательства при наличии оснований, соответственно, отправим налоговые давления. И обращаю ваше внимание, что с этого года, в случае, если вы не получили налоговые давления и никогда ранее не получали по этому объекту налоговые расчеты, никогда ранее не заявляли налоговую льготу, у налогоплательщиков есть обязанность проинформировать об этом налоговую службу. Не право, не полномой, а обязанность именно. Какие изменения коснутся налога на имущество физических лиц в этом году? С 2015 года, я напомню, Рязанская область – одна из 28 субъектов Российской Федерации, которая приняла решение о переходе к исчислению этого налога с 1 января 2015 года не от индерсона, а от кадастровой стоимости. Это очень знаковое решение и для налоговой службы, но и в первую очередь, конечно, для владельцев налогооблагаемых объектов капитального строительства. То, о чем я сейчас буду говорить, это изменение в конфигурации элементов налогообложения будет применяться не в этом году, а только с 2016 года, поскольку налоги мы рассчитываем в соответствии с налоговым законодательством за предшествующий год, за предшествующий налоговый период. Какие же изменения произошли в связи с переходом к исчислению в нашем регионе этого налога, налога на имущество физических лиц, от кадастровой стоимости? Ну, первое и главное, конечно, это изменение налоговой базы. Еще вчера мы рассчитывали налоги по интересованной стоимости. А что такое интересованная стоимость? Это восстановительные цены строительных материалов, восстановительные цены объекта, соответственно, до 1990 года рассчитаны на коэффициенты дефлятора умножены, то есть налоговая база явно не отвечает экономическим реальным. Катастрофная стоимость все-таки приближена к рыночной, получена методами массовой катастрофы оценки, и главное, она позволяет вовлечь в налоговый оборот те объекты, по которым расчет налога по интересной стоимости никогда не проводился. Вы спросите меня, а какие это объекты? Это объекты двух категорий. Первый – это садовые и дачные дома, права на которые были зарегистрированы в упрощенном порядке. Гражданин приходил в органы Росреестра, подавал декларацию, можно сегодня зарегистрировать право на такой садовый домик, но спросите ли, платит ли физическое лицо налоги. Ведь эндеризация в этом случае не проводилась, обязательно техническая эндеризация, эндеризационная стоимость не определялась. Так вот, переход к исчислению налога от кадастровой стоимости позволит эти объекты вовлечь в налоговый оборот. Вторая категория объектов, исходя из общего количества которых, мы также предлагали перейти к исчислению налога в нашем регионе от кадастровой стоимости, это квартиры в новостройках. Такая же ситуация. После 2006 года можно было зарегистрировать право на квартиру без проведения обязательно технической эндеризации. Просто по проектной документации. Люди приобрели квартиры в дорогостоящих объектах недвижимости и до настоящего времени в ряде случаев не имеет интенсационную стоимость на квартиру и не платит налоги. Так вот, решение о переходе к исчислению налога от кадастровой стоимости позволит вовлечь эти объекты в налоговый оборот. Еще какие изменения ожидают наших налогоплательщиков при переходе к исчислению налога от кадастровой стоимости? Сегодня я сказал, более 40% владельцев недвижимого имущества не платят налог на имущество физических лиц, используя налоговую льготу. С 2016 года конфигурация применения налоговой льготы будет совершенно иная. Льготу можно будет получить только по одному объекту налогообложения определенного вида. Скажем, если у вас несколько квартир, только по одной квартире льгота будет предоставляться. Несколько жилых домов, только по одному жилому дому. Если есть несколько квартир и жилой дом, льгота может быть получена и по квартире, и по жилому дому. Обращаю внимание еще раз, льгота только по одному объекту налогообложения определенного вида. В связи с этим в законе предусмотрена норма. Налогоплательщик до 1 ноября текущего года должен нам представить уведомление о выбранном объекте налогообложения, по которому будет использоваться налоговая льгота. Как выглядит уведомление? Буквально на днях был утвержден приказ, опубликован приказ Федеральной налоговой службы на одном листочке. Налогоплательщик уведомляет налоговую службу, предварительно указав информацию, позволяющую идентифицировать его личность о том или ином объекте. Если мы такое уведомление до 1 ноября не получим, ничего страшного. В этом случае налоговая служба будет применять налоговую льготу по объекту с максимальной величиной налога, по объекту определенного вида. Давайте теперь обсудим, наверное, самую неприятную сторону данной темы. Это какими же станут меры по принудительному взысканию неуплаты налога? Да, действительно. Наряду с общей компанией по расчету налога за 2014 год, налоговые органы во взаимодействии со службой судебных приставов активно проводят работу по взысканию налоговой задолженности за предшествующие налоговые периоды. Обращаю ваше внимание, налоговые уведомления владельцами налогооблагаемых объектов были получены, но они не исполнили обязанность по уплате налога своевременно. Также была получена информация в виде требований об уплате налога со стороны этих лиц, но они также уклоняются от уплаты. Вот тогда мы уже подходим к наиболее болезненной для налогоплательщика процедуре. Это процедура принудительного взыскания налоговой задолженности. Объем налоговой задолженности в настоящее время составляет по этому налогу, налогу на имущество физических лиц, около 290 миллионов рублей. Надо сказать, что за первую половину года налоговая служба в взаимодействии с судебными приставами-исполнителями более чем на 15% снизила объем этой налоговой задолженности. Как осуществляется взыскание? Взыскание осуществляется в принудительном судебном порядке. Мы выходим в суд с требованием о вынесении судебного приказа по таким должникам. Там рождается судебный приказ. Ну а дальше мы передаем этот судебный приказ на исполнение в службу судебных приставов. Они направляют соответствующие требования в адрес налогоплательщиков, в том числе взыскание налога за счет имущества должника. Обращаю ваше внимание, конечно, сейчас идет период отпусков. Опять-таки тоже достаточно болезненная процедура, когда, имея налоговые долги на сумму более 10 тысяч рублей, гражданин может быть ограничен в праве на пересечении границы Российской Федерации. То есть отпуск практически может быть сорван. Вот для того, чтобы не доводить ситуацию до крайности, для того, чтобы в вашу дверь не стучали службы судебных приставов исполнителей и не взимала налог в принудительном порядке за счет вашего имущества, денежных средств на расчетных счетах, не ограничивающего права на перемещение через территорию Российской Федерации, конечно, в этой ситуации нужно получить информацию о наличии налоговой задолженности. Личный кабинет налогоплательщика физического лица. Ну и мы поможем в ближайшее время рязанцам получать более оперативно эти сведения о налоговых долгах. Я искренне надеюсь, по крайней мере, со своей стороны инфраструктурно эти вопросы решены, что в ближайшее время мы через многофункциональные центры, задействуя их сеть, это более 90 окон приема физических лиц по вопросам получения государственных муниципальных услуг, также будем предоставлять в онлайн режиме очень оперативно информацию о налоговых долгах. И в завершение хочу обратить внимание, что поступления этого налога, они наполняют местные муниципальные бюджеты, он не уходит в федеральный бюджет. Это как раз тот самый налог, за счет которого наше муниципальное образование имеет расходные обязательства перед населением, поэтому очень важно нам обладать налоговой культурой, исполнять обязанность по уплате налога с высоким процентом собираемости этого налога. Поэтому, конечно, не доводить ситуацию до принудительного взыскания этого налога и вот такого конфликтного взаимодействия со службой судебных приставов, а воспользоваться в установленном законном порядке информацией, содержащейся в налоговом давлении, и своевременно исполнить обязанность. И также, обращая внимание, в этом году мы не направляем налоговое уведомление с расчетом налога до 100 рублей. Поэтому в налоговом уведомлении вы увидите налог более 100 рублей, а также в целях, в том числе экономии бюджетных средств по почтовым расходам. Поэтому в установленном порядке до 1 октября время платить налоги. Спасибо вам большое за разъяснение, за беседу. Я напомню, что беседовали мы про налог на имущество физических лиц с совместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы Призанской области Алексеем Васильевичем Лощеновым. С вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok